Последний летний выпуск в 23-м году. Осенняя прохлада уже подобралась, у меня совсем сдулись шары. Вот, смотрите, они почти лежат на полу. Почему так много времени уходят на то, чтобы умерли родители моих детей? Девочка, чем ты занимаешься в этой игре? Ты делаешь всё неправильно. Но, слушайте, с какой-то точки зрения это даже талантливо, потому что на каждого отца, посмотрите, у нас есть отдельная камера. Вау. Кажется, режиссёры Пилы не перестали делать фильмы, они просто перенесли их в Sims 4. Let's go! Мои 14 детей, ребёнков, вот этих вот, младенцев, инфанты, ну вы знаете, вот то, что недавно придумали разработчики. Хотя нет, подожди, почти наверняка не разработчики из Sims придумали младенцев, но вы понимаете, о чём я говорю. 14 инфантов, в общем, теперь тоддлеры. И, о, боже мой, я тут недавно валялся с температурой 39 и больше в течение недели. Было весело, никому не рекомендую, оставьте это мне. И незадолго до этого поиграл с двумя тоддлерами. Я так понимаю, имело место быть влияние того, что я попытался потянуть такую нагрузку. 14 тоддлеров. Ой, это я просто перекричу, потому что, возможно, скоро понадобятся услуги священника. Мой сим беременный, и я даже не знаю, кто отец. Вот это правильный способ играть в Sims. Вот это не совсем. Вот это мы одобряем. С другой стороны, когда ребёнок рождается, можно просто перейти в генеалогическое дерево и посмотреть, кто его отец. Пользуйтесь, подсказки. Рома полезен. Тяжёлые времена для Ямачана. Бедный парень теперь совмещает работы. Вау. Ну, слушайте, он и без этого был не то чтобы богатым. Ямачан жил на улице и питался, как правило, в домах наших симов. Причём приходил и брал воду, потому что был слишком скромный для того, чтобы воровать сразу курицу. Так что, я думаю, здесь за него можно порадоваться, потому что это здоровское, ответственное решение. Перестать, наконец, воровать мою еду и пойти работать в приёмную в поликлинике. Браво. Браво. Плюс, Ямачан уже всегда в защитной маске, так что, мне кажется, он идеально подходит на эту роль. Вау, я что, играла в это слишком долго? И, окей, видимо, сегодня мы оцениваем, как стоит играть в игру, а как не стоит играть в эту игру. И вот это выглядит довольно интересно, но как будто человек забыл жить настоящую жизнь. Советую иногда трогать траву, которая растёт. Кто и другой лучше не надо притрагиваться. Разве это не лучший сетап отношений? И здесь, вау, у нас, во-первых, это солмейты, то есть родственные души. У них хорошая совместимость. Они вместе ходили на выпускной. Они девушка и парень друг друга, лучшие друзья. Друзья в соушалбане и при этом противники. Да, у них краш друг на друга. Подростки, я с вами, краш. Я знаю, что это такое, окей. Если не знаете, кринж. Но, нет, окей, мне всё нравится. Но то, что они ещё и противники, это интересно. Не знал, что это может случиться. Да, объясняю, как левитировать в Sims 4, это возможно. Здоровый образ жизни прокачиваешь. И когда он у тебя достаточно высокий, там типа от пятого, от шестого уровня, твой сим, делая ом... Вы не видите, но я сложил ноги, как нужно, как подобает любому йоге. Просто взлетает. Блин, я же могу запариться с графикой и заставить себя левитировать, но... Вы поняли суть. Я не буду этого делать. Первый день в старшей школе для моего Сима не прошёл слишком хорошо. Я надеюсь, это слюни, которые вытекли, а не то, что головой падаешь в свою мочу. И учитель такой, о господи, мне придётся защищать его все два года, оставшиеся перед выпуском. Как я сдизайнерил эту ванну? Много всего. Не совсем мой стиль, конечно. Я ещё не самый большой фанат решейдов. Стилёво? Стилёво, наверное. Тут от вас зависит, вы решайте. Как вам такая ванная? Да, на всякий случай, автор The Boxler. Позы для трёх делают меня грустным. Да, в таком сетапе, конечно, да. Но если бы это был пост на Safe for Work, 18+, отметка Wicked Wings. Позы для трёх сразу играют другими красками. С другой стороны, всё равно иногда может быть довольно обидно, потому что если там на одну женщину два парня, а потом у тебя утром задница болит, приходится всем рассказывать, что ты просто упал с лестницы. Обидно. Обиднее было только, когда я взял дополнение для XCOM, забыв о том, что несколько дней назад уже взял такое же. Но что я могу поделать? Просто на KS4GAMERS очень удобно. Ты заходишь, находишь, покупаешь. Всё происходит так гладко, что я даже забываю, что покупал некоторые вещи. Здесь есть игровая валюта, игровые ключи, геймпоинты, карты пополнения, консольные игры и даже софт. Как правило, оно ещё и дешевле. И не только дешевле само по себе. С моим промокодом у тебя ещё и скидка 10% будет. Ссылку на KS4GAMERS я оставлю в описании. А ты, пожалуйста, не повторяй моих ошибок и проверяй, что ты недавно купил. Потому что, ещё раз, на этом сайте так удобно, что я просто иногда забываю, что я что-то покупал. Эй, Джосайя, Лу Хауэлл только что позвал меня на свидание. Надо ли мне сказать да? Здесь предложены разные опции, я так понимаю. Игрок сказал, да, конечно. И девушка отвечает, ты в это не поверишь? Лу Хауэлл, такая дужечка, я просто влюбилась. Человек говорит, я тебя с этим поздравляю. И получает мудлет, просто зови меня Купидон. Потому что он только что свёл двух молодых людей. Единственный сюжетный поворот в том, что, но ты же моя девушка. Вот это неожиданно. Блин, извиняюсь, я очень давно не с Трикси, не знаю, что делать с прической. Поэтому, вот так нам надо. Кстати, да, ссылка на магазин мерча в описании лежит. Просто играл в Хорспак, оно же дополнение с лошадьми. И это случилось, когда я даже не смотрел. Как у нас Маркус Флекс заехал к Джудит Уорд, и она обзавелась двумя младенцами. Пока игрок играл в коней, мы все понимаем, кто здесь настоящий жеребец. Извини, и здесь лошадь, которая говорит, что ей не очень понравилась премьера нового сериала. Её ожидания были выше. Может быть, в следующий раз будет лучше. Ты понимаешь, что у современных сериалов проблемы, когда их уровень не соответствует ожиданию лошади. Кто-нибудь ещё предпочитает играть одним симом? И да, блин, сорян, что так много вставок и отсылок подряд. И Kiss for Gamers, и про мерч, и телегу рекомендую свою восхитительную. Ссылка на неё в описании. А, подожди, её ещё не рекламировал. Но я просто вот буквально полчаса назад записал спонсорский Reddit, который доступен. Ссылки в описании опять же есть. И там было примерно то же самое. О том, что за одного реально играть лучше. Ты концентрируешься просто на одном персонаже. И я думаю, если вы сможете мои геймплейные видосы, то увидите, что гораздо проще играть так. Когда каждый раз я делаю дом на нескольких человек, часть комментариев обязательно всегда спрашивает. А вот кто это такая вот блондинистая там ходит? Я чё-то ничего не понимаю. Так что и для вашего понимания легче играть одним персонажем. И мне как бы легче вести историю от одного человека. В принципе, я, например, всегда предпочитал играть именно за одного. Так легче, знаете, прочувствовать эмпатию и в целом как-то соотносить себя с персонажем. Не важно, даже играешь ты за, не знаю, там, темнокожую девушку или азиатского мужчину. Ты всё равно больше чувствуешь коннект, когда ты играешь вот за одного и от его имени. Заводишь как бы себе кошечку-собачку, меняешь работу и всё такое. Когда ты сверху наблюдаешь вот восемью жителями такой. Ага. Это совсем другой опыт, согласитесь. Я бы мог спросить, а вы во сколько играете человек в Добе? Ну разве кто-то напишет. Но вы вот во сколько играете? Мне правда интересно. Может это только я? Да, но мне кажется даже рефреш, то есть небольшое обновление не может спасти Сан-Мишуна. Ненавижу, насколько это чистый и футуристичный город. В принципе, здесь поинт в том, что ситиливинг, который мы ожидали, здесь показан Нью-Йорк. Со всеми его, может, недостатками и в принципе какой-то исторической значимостью. Мы получили действительно что-то очень футуристическое. В целом, да. Нет, на северо-западе у нас есть район, который очень сильно напоминает что-то Нью-Йоркское. Там вот еще прямо адекватные дома. Но тот, который на юго-востоке, это реально просто футуризм в чистом виде. С другой стороны, можно рассматривать это как чисто современный город. Разве нет? Так что в какой-то степени, наверное, я ждал бы еще одного города. Потому что не помню, как часто я об этом говорил. И где я об этом говорил, извините, запутался. То ли это на стримах было, то ли в открытом доступе здесь в Reddit или на спонсорских. Но я точно часто стал говорить, что нам очень нужен еще один город. Нам нужно больше квартир. И мне кажется, вы согласны. Потому что действительно много домов, в смысле городов, где у нас дома. И очень мало тех, где у нас прямо квартиры. Еще несколько сан-мишун пораскидать. Было бы здорово. А так в сан-мишуна как будто уже тесно. Как будто вот за все годы, что он доступен. Мы там уже все исследовали. Очень не хватает квартир. Ну, мне во всяком случае. Так что считайте как минимум одному человеку. И тут спрашивают, какого черта она зимой просто сгорела? Вау, наверное, когда слишком много слоев одежды на себя накидываешь, то сгораешь. Но на самом деле образовательная часть видоса подсказывает нам, что скорее всего это вампир, который просто вышел на солнце. Окей. Но как ее назвать? Вау, это очень странный персонаж. И... С другой стороны, у нее такое знакомое лицо. Я не помню, я видел этого человека в фильмах или в жизни. Но какое-то знакомое лицо. Так что пусть будет Аня или Настя. Пост, я тебе помог, двигаемся дальше. Только что заметила, что попала в избранное от самих Максис. Рассказала своему мужу, но он не до конца понял мое эксайтинг. Это типа восхищение. Так что это реально офигительно. С другой стороны, я никогда туда не попадал, но опять же, вы посмотрите. Вот шедевры, которые я строю, это немудрено, что я не попадаю. И вот интересно, это дает какой-то буст именно авторам? Есть ли здесь авторы, которые серьезно строят дома и когда-то попадали в избранное от самих Максис? Как это дает прирост в аудитории? И вообще, имеет ли это смысл? Или это просто небольшая ачивочка, греющая тебе сердце? И ты такой, ааа, Максис, сказали, что я молодец. Браво мне. Моя симка была на свидании с Хоакином Ле Ченом. И ее бойфренд Акира появился. Они поцеловались. И внезапно Хоакин, сначала он говорит, что, эй, вообще-то ты на свидании со мной, помнишь? А потом он говорит, что ж, я так понимаю, это прощание. Пока не звони мне больше никогда. И я просто должен показать один отрывок, потому что вот точно такое же всплывающее окно я видел буквально полчаса назад. Была здесь девочка. Имеется в виду, что автор переживал то же самое. Здесь что-то небезопасное. И у нас X-rated в уху. Вы знаете, у нас тут все можно. Мы не на ютюбе. А, ооо, прямо в процессе мадам говорят, что ж, я так понимаю, это прощание. Не звони мне больше. Никогда. Они еще не закончили, если что. Интересное имя. У нас здесь лису зовут Риндинь-Динь Липонс. Господи, надо поменять себе на такое же в паспорт. Я больше не Рома, я Риндинь-Динь. Хотя мне кажется, в какой-то степени это отсылка на Илвиса и его, что говорит лиса, потому что там же, помните, одна из первых строчек, одно из первых предположений, что говорит лиса, было Риндинь-Динь-Динь-Динь. Я думаю, это оно. Сейчас половина аудитории такие, а, что, я не помню, я еще не родилась, когда был Илвис. Я не про Илвиса, я про Илвиса. Нет, когда Илвис, вы, скорее всего, уже родились. Ладно, что я прикидываюсь, у меня все данные по вашим годам рождения, так что, кто я, откуда и сколько кому лет. Вплоть до того, с каких устройств смотрите и когда, и кого еще, и лайкаете кого, так что. Ютуб предоставляет очень много данных, вы знали? Окей, мы не будем скрывать эту темную тему, здесь пишут, все мои дети, 14 штук, смогли дожить до инфанси, то есть до того, как стали инфантами. И я так понимаю, это тот самый человек, у которого эти инфанты потом стали тоддлерами, так что, вау, у кого-то очень интересное сохранение. Почему эта коза угрожает моему ребенку? Типичные козлы, знаете, знаменитая ванная на лестнице, и это реально существующая ванная на лестнице. Интересно, оно работает или ты просто туда пакет свои дела делаешь и потом выносишь? Там труба есть хотя бы? Типичное жилье, знаете, в Москве, когда накопил 10 миллионов и такой, о, интересно, что я могу купить на эти деньги? И объявления по всему интернету такие, вот. О боже, наконец-то получилось сделать так, что Сим не провалил свои экзамены. И здесь, не знаю, не хочу хвастаться за тем, что, ах, я, наверное, такой восхитительный игрок, что вы не представляете. Но никогда не проваливал экзамены. Даже на B, то есть на четверку никогда это не проходил. Как будто всегда было A+, и в этом нету ничего сложного. Но если здесь все рады за человека, и это большое достижение, то я такой, чтобы все бордить, тоже порадуюсь. И вас спрошу, это же правда не сложно, мы тут поддакиваем человека, но это же просто, пройти универно A+, полностью. А ладно, может просто я такой офигенный, вы не зря поставили лайк и подписались. Лайк и подписались. Да. Ладно, я шучу. Не про лайк и подписку, но про то, что я офигенный. Я не офигенный. Вау, новый сим, которого я сделала, не знаю, как ее назвать. Знаете, есть небольшое ощущение, как будто авторы такие, ох, смотрите, я не знаю, как его назвать. И вкидывают, и никому вообще нет дела до того, как его назвать. Человек просто хочет похвастаться тем, насколько отвратительный фон в кассе он подобрал. Господи, можно ли было выбрать что-то хуже? Не, ну это пипец. Я даже не оспариваю сомнительное решение переодеваться в музыкальном магазине, но просто количество визуального шума и предметов, за которыми ты толком не видишь его персонажа. Я обожаю фон стандартный в кассе в четверке, потому что, господи, ты просто видишь, что ты делаешь. Потому что здесь, ой, как много всего. Но что касается самого Сима, очень много сиси, конечно. Очень много, тут от персонажа ничего не осталось. И я не самый большой фанат модов в кастом-контакте, извините. How do you do, fellow teens? О, Mike Flowers. Написано, что он подросток. И знаете, типичный подросток. Как-то, знаете, актеру 40 лет. Он играет старшеклассника, и боссы не видят в этом ничего зазорного. Просто немного подбрей бороду, Майк, окей? Они ни за что не догадаются. Но да, действительно, вот так выглядит. И самое удивительное, что можно заставить Сима-подростка выглядеть еще хуже и еще старше. Вот в этом видосе. Этих ребят благодарю, большое спасибо. Благодаря вам канал живет.